Ребята, привет! Вы на канале Полин. Сегодня я продолжаю цикл видео для тех людей, которые приехали с Украины в Польшу при не самых приятных ситуациях после 24 февраля. Плюс ко мне тоже приехали родственники. Я что-то уже знаю не по нашей слышке, потому что помогаю им. Поделюсь, что мы уже сделали для них и что нам еще предстоит, что еще осталось невыясненным. Итак, начнем с того, что если вы пересекли границу, пересечь можно сейчас, как я уже говорила, по любым документам, по биометрическим паспортам, по украинским паспортам, но очень важная деталь, если вы пересекаете по украинским паспортам, обязательно у стража граничного просите, чтобы они давали бумажечку, такое подтверждение того, что вы пересекли границу, потому что с этой бумажечкой это как бы заменяет ваш штамм в паспорте, что вы прекратили границу в чаще войны, и вам положено будет бесплатный проезд по транспорту по городу и в почонгах, и медицинское обслуживание. В общем, все идет бесплатно именно по этому штемпелю въезду после 24 февраля, поэтому это как очень важно, очень нужно. Дальше, если вам некуда конкретно ехать, то есть у вас нет родственников, которые живут в определенном городе, я советую сразу же у волонтеров спрашивать по поводу жилья, потому что в основном от них идет информация, это в основном уже остались села, пригороды, семьи, едьте, соглашайтесь сразу на все, потому что, например, если это в Ворослове, то это только будет в спортивном зале на полу, ну то есть, ну не именно прям на голом полу, но то, что вы понимали, это будет где-то зал на 50 человек, на 100 человек, и все одновременно, ну то есть лучше маленькие города, но как-то уже в более улюдских условиях. Вообще, конечно, Польша переполнена, и все об этом говорят, уже миллион семьсот только жителей Украины приехало, можете себе представить, ни жилья, ни работы толком нету, плюс цены очень сильно идут вверх. Я сейчас говорю даже не про аренду жилья, потому что тут прям ходят даже легенды о том, что уже по 7 тысяч люди двушку сдают, ну типа не хотите, не надо, либо условно двушку за 5 тысяч, но если ты украинец, то типа надо заплатить за полгода вперед. Ну короче, такие не сильно приятные моменты. Лучше, как я уже сказала, у волонтеров спрашивать и соглашаться на все, что есть, и не мажечь там, да, не мечтать о каких-то крупных городах, потому что сейчас там как раз и не будет вообще мест. Следующее, это валюта. Понятное дело, что вам нужны будут тут злоты, гривна, можно поменять гривну. Курс сейчас уже будет около 12 гривен за один злотый, то есть раньше это было где-то 6-7, то есть сейчас уже 12-13, что будет дальше, я не знаю. Если рассчитываться по безналичной карточке, то вот у меня папа проверял уже по 10, то есть раньше было по 7-6,5 безналичный расчет, то есть украинская карточка рассчитываться можно, и пенсионная можно рассчитываться, и вот у меня папа даже вот этой тысячей рассчитывался, которую электронно получил за прививки, то есть это все возможно на территории Польши сделать. Дальше что? Следующее, это стартовые пакеты. Посмотрите на, опять же, на вокзалах, на жд-вокзалах, на автовокзалах бесплатно выдают стартовые пакеты, поэтому берите, регистрируйтесь, подключайтесь, чтобы вы были со связью, чтобы вы были с интернетом, но это как бы важно, это самое основное. Дальше. С 16 марта уже есть возможность получать песеля для, ну что такое песель вообще, в принципе, это типа нашего идентификационного номера, уникального. И он, если вы планируете тут остаться, быть какое-то время или получить даже выплаты, вы должны его получить. И вот после 16 марта можете приехать в любой, позвонить лучше изначально в любой ужин-место, и на сайте ужин, да, обязательно, ну есть такие эти внески, распечатайте, дома его заполните. Плюс очень важно, это нужно там вклеить фотографию, то есть это песель для получения украинцев чаще войны, то есть это такие специальные необычные песеля, которые мы все получали, а они идут с фотографии, которые вы сами туда приклеиваете, 35 на 45, то есть такие небольшие, чтобы лицо занимало 80 процентов. Если это будут какие-то там другие, или посюда, или маленькое лицо, то не примут. Поэтому будьте в этом внимательно, приклеивайте одну фотографию и записывайтесь на очередь, потому что сейчас очень большие очереди на получение песеля. Но мой маленький лайфхак, мы, например, уже этот песель получили, потому что мы поехали в гмину, например, не нашу сильно раскрученную, в соседнюю гмину, и там 4 часа стояли вот в очереди, но получили. То есть не надо было ждать записи 25 апреля. Поэтому это тоже мой лайфхак, такой, как можно получить песель, потому что не обязательно его нужно получать по месту проживания. Дальше, с этим песелем, когда вы уже имеете, вы должны обязательно идти уже по вашему месту жительства, ужин-място. Если это Врослав, это Врославский ужин-място, ну, соответственно, вы у себя смотрите по месту вашего проживания. Если какое-то это село, то смотрите ужин-гмины. И там обязательно будет такой отдел, как ГОПС или МОПС, отдел, который занимается социальными выплатами. И там вы напишите заявление, тоже они есть и в украинском варианте, на получение помощи 300 злотых. Это одинразовая помощь, конечно, она не сильно большая, но все-таки лучше, чтобы она была. И в этом заявлении нужно будет указать уже ваш новый песель, ваш электронный адрес, ваш телефон, уже польский телефон. Кстати, при получении песеля у вас тоже уже должен быть телефон, потому что на него придет смс-ка. И номер счета. Поводы номера счета его тоже очень легко сейчас получить. По паспорту даже некоторые банки без песеля их открывают. Если не хотите открывать номер счета, я узнавала, можно, например, если у вас есть родственник, то его номер счета подать, и на него получите эту выплату. Если есть детки до 18 лет, то можно подать на 500+, через профиль зоофаны, которые тоже вам помогут завести при получении песеля. Это тоже очень важно. Дальше, если вы приезжаете с детьми, сейчас, кстати, очень хорошая возможность устроить их в садик и в школу, потому что для украинцев с этой печаткой все двери открыты. И вот, например, у нас, у Сони, в тот садик, где невозможно было попасть и не было мест, сейчас уже 4 человека украинских. Ребеночка вне очереди пришло в школу, у Тимы 4 ребенка пришло. И плюс помогают в школу, подарит и большие рюкзаки там с очень многими разными констоварами. Ну, то есть сейчас вспирают, помогают украинцам действительно очень сильно. Также в каждом городе, в принципе, в каждом есть пункты, где беженцы могут... Ну, как беженцы. То есть все люди, которые приехали после начала военных геонсий, получить и одежду, и продукты бесплатно. Даже на вокзале сейчас и в воду все это раздают. То есть пользуйтесь этим, берите. Это все безвозмездно, это все для вашего блага, все это дается. Очень много сейчас психологической помощи, тоже бесплатно. По поводу медицинской помощи. Я тоже лично ходила в поликлинику и спрашивала, что нужно, чтобы, например, там, да, срочно заболели, что-то случилось, не дай бог. Как мне объяснили, просто приходите в любую поликлинику, в регистратуру, показывайте, опять же, украинский паспорт с печаткой имена пересечения границы и договаривайтесь на визит. То есть вас примут, и в течение 18 месяцев будет бесплатная вот такая вот страховка, за которую вы ничего не платите. Это круто, это очень важно. Плюс много разных тоже вариантов. Вот в музее, где-то в кино, где-то на какие-то выставки можно тоже пойти бесплатно. Следите, подписывайтесь. Если вот как-то для этого в Ротсва вы приехали, подпишитесь на блогеров Ротсвова, либо на какие-то новостные каналы этого города, и много полезной информации можно получить, и где-то можно, скажем так, сэкономить деньги. Проезд, как я говорю, тоже сейчас идет бесплатный, и это очень круто, что вы можете адаптироваться, понять, что куда и как, и, по крайней мере, сейчас не тратить деньги, которых и так, скажем, нет. Поэтому, ну а работа, работа — это, конечно, самое такое основное. И, ну, грубо говоря, подсказать сейчас особо не могу. Сною, Макдональдс брал, КФС брало людей. Ну а так, конечно, смотрите, звоните, соглашайтесь. Это очень сейчас важно, конечно, какие-то хотя бы чем-то себе помочь, и какие-то на первое время иметь денюжки. На этом у меня все. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, подписывайтесь на мой канал, и следите я в сторис. В Инстаграме очень много показываю всегда полезного. Пока!